17-летний Никита Золотарёв, осуждённый за массовые беспорядки и насилие над милицией, не будет подавать апелляцию на приговор и прошение помилования. Об этом сообщил отец подростка, который побывал на свидании с сыном в Гомельском СИЗО. Не оспаривать решение второго суда Никита объяснил тем, что он устал находиться в четырёх стенах и хочет поскорее уехать в колонию. Дело в том, что Никиту часто запирают в карцер и не передают ему лекарств, которые нужны, чтобы избежать нервного срыва и приступов эпилепсии. Более того, по словам отца, подросток разочаровался в судебной системе, так как первый приговор ему был вынесен ни за что и никакая эпиляция, а спорить неправомерное решение не помогла. Он уверен, что сейчас будет то же самое. Да, я болен, камера меня убивает, но я не хочу умирать здесь, хочу под солнцем, на войне, за тебя, за маму, за брата, чтобы не зря. Такие слова Никиты передал журналистам его отец. Важно отметить, что у Никиты Золотарёва есть возможность просить помилования у нелегитимного. Но, несмотря на все издевательства в СИЗО, он сказал отцу, что лучше в зону, скорее, чем прошение. Напомним, что в сумме по двум статьям Никите Золотарёву придётся отбыть в воспитательной колонии 4,5 года. Страшно представить, что с ним делают в гомельском СИЗО, что подросток мечтает поскорее переехать в место, которое в народе называют концлагерем. Отец Никиты говорит, что его сын чувствует себя очень одиноким. Поэтому в описании под этим видео мы оставим адрес, по которому можно отправить письмо парню и поддержать его в это нелёгкое время. Вчера мы рассказали об инциденте в столичном аэропорту с чартерным рейсом, следовавшим Хургаду. Из-за повреждения элемента крыла самолёта во время буксировки десятки пассажиров, среди которых было немало детей, провели более четырёх часов в невыносимых условиях без воды и еды. Каналу Антона Матолько стала известна причина случившегося. По сведениям, из нескольких источников водитель, который буксировал воздушное судно, был пьян. В его крови нашли около двух промилле алкоголя. Это сильная степень опьянения, примерно соответствующая выпитой бутылке водки. Такое же количество алкоголя нашли в крови российского актёра Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП в Москве и за это был осуждён на семь с половиной лет колонии. К счастью, в этот раз от действий, принявшего на грудь водителя, пострадала только дорогая техника и нервы пассажиров. Новый рекорд был побит на литовской границе. За минувшие сутки задержали 171 мигранта из Белоруссии. Все задержанные представились гражданами Ирака. На фоне всего происходящего МВД Литвы предложило ввести в стране чрезвычайное положение. Тогда пересечение границы станет невозможным. В свою очередь, президент Литвы Гитанос Науседа назвал введение ЧП крайней мерой и что сейчас в этом нет никакой необходимости. Окончательное решение по данному вопросу и внешней политике страны будет принято завтра на встрече с руководителями парламентских партий. А между тем, Литва и Польша уже не единственные страны, куда из Беларуси пытаются проникнуть нелегалы. Контрабанда людьми нелегитимного добралась и до Латвии. Вчера пограничники этой страны задержали 9 граждан Ирака, обижавших со стороны Беларуси. Появились также подробности дела двух отравленных детей-мигрантов, которые были задержаны на Кобеляйской заставе. По словам родителей, перед переходом границы люди в масках дали их детям по две таблетки, чтобы те вели себя спокойно. В результате экспертизы оказалось, что это были наркотические вещества, которые используют как для лечения депрессии, так и в качестве наркотиков. После суток, проведенных реанимаций, детей вернули родителям. Что делает диктатор, когда все политические оппоненты либо сидят, либо уехали из страны? Правильный ответ не может остановиться и берется за своих сторонников. Логику в действиях преступной власти искать не стоит. Именно так произошло с гомельским ябатькой Юрием Вершуком, который получил два года лишения свободы по традиционно-змагарской статье об оскорблении представителя власти. Мужчина оставил комментарий под видео на ютюбе о встрече губернатора Геннадия Соловья с гомельчанами в августе прошлого года. Осужденный высказался коротко, но емко, назвав Соловья уродом. Свою вину Вершук признал, отметив, что писал комментарий на эмоциях из-за смерти матери и проблем на работе. А на ютюб заходил, чтобы просто отвлечься и успокоиться. Примечательно, что на суде мужчина счел важным рассказать о том, что на выборах он голосовал за Лукашенко, но в целом политикой не интересуется и о содеянном искренне сожалеет. Впрочем, раскаяние и прогиб перед диктатором на исход процесса никак не повлияли. Отметим, что за комментарий под этим же роликом по такой же статье ранее был осужден рок-музыкант Владислав Новожилов. Мужчине назначили три года химии. За слова этот Соловей крайне глупый Боров. Война режима со всеми, кто просвещает и помогает белорусам, продолжает набирать обороты. Напомним, что на прошлой неделе в стране были ликвидированы более 40 негосударственных учреждений, оказывающих белорусам благотворительную помощь, поддерживающих людей с инвалидностью и даже организации, которые проводили бесплатные курсы белорусского языка. На днях стало известно, что под этот каток попало также культурно-просветительское учреждение «Гродненский рок-клуб», которое основал известный альтернативный музыкант Игорь Банцер. Организация проработала более шести лет и развивала некоммерческое художественное творчество, поддерживала любительское искусство и арт-инициативы. Помимо этого, рок-клуб организовывал выступления зарубежных исполнителей в Беларуси и помогал местным артистам презентовать свое творчество за границей. Вероятно, ликвидация клуба стала местью его директору, который выступает против режима. Отметим, что этой весной Игоря Банцера приговорили к полутора годам химии за то, что в сентябре прошлого года он станцевал в стрингах перед силовиками. Музыкант признан политзаключенным. Друзья, благодаря вам наш канал растет и прогрессирует, но до заветных 100 тысяч подписчиков нам не хватает всего 12 тысяч. Давайте приблизим эту цифру, подписавшись на наш канал, а также разослав ссылку на него своим друзьям и знакомым. Это поможет большему количеству людей оперативно получать правдивую информацию о происходящем в нашей стране. Я же прощаюсь с вами до завтра. Берегите себя и Жыве Беларусь!